Крупный план Компания всероссийского Международного масштаба И название ей Открытое акционерное общество Кировский орден Отечественной войны Первой степени Комбинат искусственных кож Или Кировский завод из кож Как мы приняли все его называть Александр Иванов Генеральный директор предприятия Сегодня у нас в гостях Александр Григорьевич Добрый день Здравствуйте Давайте обрисуем Сейчас напомним всем нам На данный момент На конец 2018 года А в конце 2019 Кстати предприятию будет 85 лет Что сейчас наш завод Искорж собой представляет Объемы продукции Сколько рабочих Площадь Что за продукция И далее пойдем Ну объем продукции Секретов нет В конечном итоге Я считаю вообще секретов не существует Значит оборот у нас В этом году будет где-то около Это без НДС Около 2,5 миллиардов рублей Вот Мы хотели гораздо больше Ну обстоятельства Нам пока И боремся за это дело Потому что для того Чтобы площадка была Обслуживалась Технологически хорошо И инвестиции Чтобы можно было инвестировать Нам конечно нужны Более другие объемы Ну это когда-нибудь В другой раз У нас существует Четыре производства Значит Четыре производства Которые выпускают Совершенно Разную продукцию Зачастую Номенклатура Значит у некоторых Близка Но ассортимент Совершенно разный Значит это зависит От того Значит Для каких целей Мы что-то делаем Так Так Имеются технические службы Значит И вот я уже Перед этим Сказал Что есть инструментальное Производство Которое работает Имеет возможность Работать 3D Значит Имеет Имеет В оборудовании Пятикоординатный станок Есть Для изготовления Из полиэтана Значит Пластмассовых макетов Вот И программные продукты Которые значит Мы уже купили В 98-м году Значит Уже внедрили И вот сейчас Недавно купили мы Еще сканер Для того чтобы Сканировать поверхность Более быстро И ускорить Изготовление пресс-форм В разы Вот То есть В комплексе Удалось этого добиться Да Да-да Мы везде Куда вкладываем деньги Мы это доводим до конца Вот И конечно Сейчас Мы можем При развитии Если обувная промышленность Все-таки снова поднимется И будет это Подъем То мы конечно Можем увеличить Объем продукции Нам ничего не стоит Для обувного сектора В два раза Это Никаких проблем Для этого нет Вот Причем Качественное Причем качественное И качественное Количество Мы это все сделаем Число работников Сотрудников На предприятии Какого значения достигает Я уже так Просто скажу Сейчас У нас В принципе 735 Наискожи И где-то Привязательно Это Сейчас скажу Так Около 180 человек Это персонал Который Обслуживает Предприятия Это еще плюсом То есть Итого Под тысячу Да Они самостоятельные Но они Обслуживают предприятия Потому что В принципе Сегодня Не создана Та система Рыночной экономики Чтобы они Могли быть Это полностью Где-то Ну там За 100 километров Или где-то еще Чего-то жить Приехали Уехали И все Они Выполняют функции Значит Здесь Которые нужны Для этого Выполнения Постоянно Здесь еще и работа Почему Потому что Мы работаем Либо в 3 Либо в 4 смены Основной производства Для того чтобы Оборудование Эксплуатировать Чтобы она купалась Чтобы она не простаивала Да Некоторые производства Вот на лестернии Мы работаем 2 или 3 дня У нас выходные в год Ничего себе Из 3 Из 3 Да Производства Не выходные Я неправильно сказал А имеется в виду Это Когда пауза делается Когда пауза делается Да 1-2 Да Это вот 1-2 января Пауза оборудования Люди-то имеют Все что им положено По законодательству Они все имеют А оборудование Профилактика проводится Это стоит Не больше 3 дней Слушайте Удивительно Да А как по-другому Для того чтобы У нас бизнес-то ведь Это откровенно говоря Не на задвижке где-нибудь Открыл Закрыл Поэтому мы должны Конкурировать И у нас другого пути нет И зарплаты должны Все-таки какую-то Мы должны людям платить Что касается Объема налоговых отчислений Которые Скош перечисляется Во все уровни бюджета В прошлом году у нас Перечисление было Если считать И по доходу налог Который мы перечисляем За всех Где-то порядка В прошлом году было 230 миллионов Но эта цифра Примерно одинаковая Из-за года в год Ну я просто говорю Значит Здесь Во всяком случае Мы это все Платим Без задержек Это нигде Ни зарплату Она конечно Там не фантастическая Но она Сегодня Средняя зарплата Если январь убрать Которую мы не работаем В конечном итоге Ну основная масса Большое количество Да Большое количество дней То она где-то у нас Около 34 тысяч Ну По нынешним меркам Я думаю Что это Ну не супер Но она Средняя зарплата В регионе На конец этого года У нас там должна Планом Согласно планам Быть 29 тысяч рублей Но это больше Больше чем средняя зарплата Надо учитывать Что у нас все-таки Условия труда Сменный персонал Работает в 3-4 смены Кстати коллектив В основном Зрелый Молодой Или возрастной Молодежь Есть и молодежь Значит на современном Вороненовом Работает молодежь А в родине Которые постарше Уже более Ну люди Которые привыкли Уже работать В конечном деле Они работают Вот Проблемы с кадрами Они не только у нас Они везде есть Но все меры Которые мы Принимаем То что и производительность труда То что и оборудование Мы каждый год покупаем Оборудование импортное В трех регионах покупаем Основное Которое в последнее время Я покупал оборудование Это европейское Это Германия Италия Для обуви Это Италия Для резинотехники Я немецкое оборудование беру Вот Значит Здесь смешение Брал в Англии Но сейчас Беру Это на Тайване Значит Вот И просто хотел бы сказать Когда мы берем оборудование Смотрим Как максимально Улучшить условия труда И повысить В результате труда И качество Это для нас главный критерий Потому что О других не смотрим Вот Вот мы сейчас На Тайване Покупаем линию Но не полную Линию Это планы ближайшего времени Да Это уже В этом вложении Мы получим Увеличим производительность Два раза На этом направлении Где делаем смеси Которые здесь Но Людей высвободим Три человека Всего Вот для этого Нужно почти миллион долларов Три человека Меняете на миллион долларов А вы что думаете Я это поставил Я понимаю что серьезные вещи Когда я этот проект Сам вместе с специалистами готовлю Я четко поставил Только так И организацию рабочего И все остальное Значит Одновременная цель И качество И производительность И объемы Другого варианта нет Вот Это всегда Соизмерим И когда вот говорят Там повысить Производительность Это всего лишь Штрих Всех общих направлений Потому что Без инвестиций Без организации труда Тут ничего не будет Вы заговорили Про импортное оборудование Назвали страны Производители Да Всех этих вещей Просто Вспоминается В каких реалиях Мы живем Это санкции Импортозамещение И так далее Как искош наш Вот в этих условиях У него получается Жить Процветать Не побоюсь этого слова Ну Я Слово процветать Я считаю что В рыночной экономике Когда предприятие работает Это уже процветание Я примерно то же самое Имею ввиду Что На общем фоне Ну как-то Очень важно Сегодня Это в конечном итоге Во-первых Все деньги Которые у нас есть Они у нас не Это Не в акциях других Мы боремся За это предприятие Не акции Не бизнеса Мы ничего Мы не покупаем Все деньги Которые мы можем Владеем И можем их Если берем кредит Отдать Значит они все Остаются На площадке Из кожи Вот Поэтому мы инвестируем И конечно мы Даже я Когда готовим проекты Мы даже зачастую Не можем Учитывая что у нас Мало спрос в стране Сегодня я уже Это говорил Что и в обуви Везде Непредсказуемо То есть мы всегда рискуем Бизнес план Только по чутью Понимаете Ну информацию По чутью Да Да Можно ошибиться И бывают ошибки И бывает иногда Выстреливать через 10 лет Значит и такой вариант бывает Вот Ну то есть Закупаем оборудование Смотрим Вот здесь получилось Не успеваем Мираторгу Я вынужден На него смотрю Вынужден сразу 40 миллионов Пока отстегнуть Здесь 40 миллионов Запустить Для того чтобы Купить пресс Дополнительный Виталий И купить Такую Резательную машину Значит Причем Что такое Резательная машина Для резины Там нужно В мате Сделать 28 отверстий Ну не просто Ножиком Протвольный Я понимаю Так это Тоже станок Трехкоординатный Он в плоскости В этой Это то же самое Только резать водой Строю воды Значит Так От полутора тысячи Больше Давление В барах Так Давайте сейчас еще Поподробнее Перечислим Кто находится В списке Традиционных Партнеров Кировского завода Искош Куда Собственно Идет продукция Ну в Кировской области Сразу хочу сказать Основное Кировской области Это значит Фирма Лель Которая Выпускает Область Непосредственно На основе И соответственно Вахруши Это обувное направление Вахруши Юхть Да Сельское хозяйство Сельское хозяйство Кому мы Это устраиваем Мы работаем С областью По сельским хозяйствам По матам Сейчас мы готовим Это для ферм Для Да Готовим В этом году Должна появиться Первый квартал В следующем году Это сосковая резина Будем Тоже Это для нас Немного Но будем Производить Сосковая Сосковая резина Для доильных агрегатов И логичные шланги У нас есть оборудование Которое для шланги Вот мы Тиражиром Какие иностранные шланги Тоже будем делать В общем смотрим Что мы можем делать Для сельского хозяйства Применяя Технологии Полимерные технологии Мы конечно готовы Все это делать Так Это Кировская область Да Остальные потребители Все Я вам говорю Что все фабрики Которые есть На территории Сельской Федерации Ну 90% 95% Связаны с нами По каким-то направлениям По спецобуви Ну я думаю Что еще больше Там проценты еще Значит в конечном итоге Мы поставляем Я вам сказал Что только Трем предприятиям Которые выполняют госзаказ Поставляем Ну Много чего Резину В основном Если прямое литье Либо В другой форме заготовки Ну если что-то нужно Пожалуйста Мы Можем много чего делать Но во всяком случае Мы участвуем в этом деле Участвуем в этом Работаем по закону Который есть Он не такой простой для нас С учетом Его останавливать Задерживать не буду Но мы работаем Выполняем все обязательства И пока Была У нас конкурент Опять же был в Германии Владелец у него в России Мы все-таки Мы все-таки Откровенно говоря Ценой и качеством Убрали Эти поставки С российскими железными дорогами У вас тоже плотное взаимодействие Да Железнодорожные переезды Вот эти прорезинные поверхности Подкладки Изделия внутренние Между рельсами Одно изделие Одно заготовка Весит 395 килограмм У нас своя технология Энергосберегающая Вот мы Вулканизуем Скорость вулканизации У нас в 2-2,5 раза Выше чем На предприятиях Ну Которые пытаются это делать Но они делают Не тот уровень Ну Вы говорили Да В начале нашей беседы Объемы важны Объемы В физическом весе Это делаем Этих изделий Около 2000 тонн 2000 тонн Если поговорить еще О гражданской Подробной продукции Да Которую выпускает Завод Искош Вот что Жители нашего города Могут непосредственно Увидеть Приобрести Обувь Кроме обуви Да Ну мы Вы знаете Это кроме обуви В конечном итоге Это Кроме обуви Ну мы делаем Ковры Ну здесь посредники Значит где-то чего-то Для автомобилей Ну вот передо мной Буквально в прошлом году Встал вопрос Покупки нового комплекта ковриков Потому что старые прохудились Я смотрю О производство Искош Мы делаем Приобрел Приобрел Вот Причем мы делаем Это Ставим задачу Переработки отходов Вообще Потом если будет у вас время Оставьте нашу программу Экологии Мы вам расскажем Две минутки Две-три Это Хорошо Хорошо Мы скажем Что мы здесь Колоссальные инвестиции Мы сделали Я думаю Там вопрос Не сто миллионов Больше Для того чтобы Была экология Нормальная И В конечном итоге Значит Выпускаем Из отходов Производства Выпускаем плитку Тротуарную Для садов Ну это такая мелочь Это все мелочь Конечно берут у нас Раньше был ремонт Да когда базы брали Кто-то берет у нас Есть маленькие фирмочки Которые пошивают Обувь Берут подошву у нас Но все равно Все это связано В основном с обувным сектором Либо с сельским хозяйством То же я сказал Вот Других направлений Ну пресс-формы Иногда нас просят Мы делаем Значит такое Для наших же обувных предприятий Мы делаем пресс-формы Они заказывают Мы делаем И не только Мы делаем пресс-формы И для белорусов Делаем пресс-формы И для Когда говорим Для Казахстана Для чего Если у кого есть Кто-то просит Мы делаем пресс-форму Потому что все-таки У нас уровень У нас нет конкурентов На территории В той территории Социальная политика Предприятия Завода Искош Основные параметры Которые закладываются Вот именно в эту концепцию Ну социальная политика Значит Она базируется Должна на чем Уровень зарплаты Вы уже озвучили Да Я сказал Но я хочу сказать На чем она базируется Она базируется Постоянно На производительности труда Значит Без производительности труда Это все обман Я могу сделать Любую зарплату Взять кредит Значит И его не отдать Один раз всех Это здесь в данном случае Но зато поживут люди Да Ну месяц Недолго Месяц будет такого Значит В данном случае Все здорово Но Суть-то другая Нужна и объема производства И нужна Производительность труда Мы этим занимаемся У нас На территории Нигде никто не слоняется В конечном итоге Если только мы фирмы Какие-то нанимаем Вот Значит Но Еще Вот цель Вот я последний раз Снова повышаю зарплату Для сдельщиков Значит Там И Вообще Никакими нормативами Отдаю эти деньги Добавку В цеху Директор производства Есть И он сам Не важно Сколько тут заработает человек Он будет им платить Как он себя проявляет Зарплату не ограничивают Вот посмотрю Как они будут Использовать Вместе Вы понаблюдаете Вы понаблюдаете Для начала Потом будете принимать решения Нет Есть Правильно Посоветуемся Вместе с ними Посмотрим Что именно Главный вопрос Что пришел новый человек Значит На завод Посмотрел А сколько зарабатывать Его должны подвести Дядя Петя Тетя Маша Значит Показатели там Оле Саше Подвести И сказать Вот Вот это он как работает Видишь как он работает Ну зарабатывает столько 40 тысяч Может больше будет Больше будет Некоторые будут зарабатывать Ну в принципе Наше время это деньги Если так В какой степени Я так считаю Вот такую ставим задачу Другим способом И плюс конечно Современное оборудование На примитивное оборудование Вы никогда ничего не сделаете Это требование Это требование времени Задача краеугольная А сразу же Ну условия труда Вентиляция Полы Погрузчики Значит Чтобы были Нормально ходили Мы Впервые наверное Вряд ли кто в Кирове Мы газовые погрузчики Используем Значит Кузговор Для того чтобы уйти И сократили сразу Количество погрузчиков Раз в 10 Потому что они Более эффективные Они крутятся Машины да Крутятся Круглые Сутки Вот А электрические погрузчики Надо заряжать При интенсивном движении Что касается Всевозможных выплат Помощи Медицинского обслуживания Это все Присутствует На исходе Медсанчасть мы не ликвидировали Она у нас есть В том варианте Как консультация Имеется до поликлиника Значит Практически Все линейки врачей Приходит Значит В разговор Смотрим Проверяем Значит И соответственно Уже если Более глубокое Где-то нужно Требуется Изыскание Медицинское Отправляем Соответственно Уже В другую поликлинику Которую имеется Специально Ну В любом случае Я считаю Я смотрю За границей Был такой Мы столовые Оставили их Конечно Не слишком Это приятное дело Но оставили столовые Для того Чтобы люди могли Есть горячую пищу Значит Во время Этого перерыва И мы считаем Что это В принципе Необходимо В наших условиях Туда Значит Многосменный Режим работы Вот Здесь Эти направления Мы Здесь Учитываем Ну и Все-таки Все эти Социальные У нас Уже говорил Так Мы Перед началом Программы Так Мы доплачиваем Всех У кого Трое детей По 5 тысяч Ежемесячно Значит И Вот Как только Третий в семье Появляется Так сразу И папа с мамой Работает И тому И другому Доплачивают То есть 10 тысяч Если они Двоем Работают Они получают 10 А вообще Характерное явление Вот именно Семейный Подряд Семьями Работает Наверное Есть Я может быть Не особо Интересовался Вы знаете Не так много Человек 9-10 Я насчитал Пока так Семей Да Семей Вот Ну Все Все что мы можем В конечном итоге Все делаем Значит Рассматриваем Никогда не увольняясь Человеку до пенсии Осталось там И даже он не нужен Либо я его держу Дома Плачу деньги Значит Ему ставят Либо Он его до конца Ищем пути Куда его устроить Александр Гогович Поближе пожалуйста Микрофон Чтобы было слышно Остается буквально Несколько минут У нас Я помню Вопрос экологической безопасности На последок Их на самой оставим Но вот сейчас Хочется знать О перспективах Собственно О планах Все таки 85 Через год Уже лет исполнится До начала Нашего разговора В эфире Вы сказали Что есть И прорабатываются Определенные договоренности С заводом Пирелли О производстве диафорога Ну это Вы знаете Это пока Это пока рассуждение Рассуждение Потому что В конечном итоге Я сейчас заканчиваю Я просто говорю Планы у нас ЭКО Намечены На несколько лет Это мгновенно здесь Вот Я сейчас ЭКО Вынужден вложиться В другие мероприятия Чтобы поднять Объем производства Ну у нас Как согренивая кожа Что-то упало Значит Надо снова Какую-то новую голову Выращивать Как у Змея Горыныча Вот Поэтому Мы это Просто говорим О том О чем мы думаем И диафрагма У меня в кабинете В моем Это лежит И мы Для легковых автомобилей Легковых автомобилей Да Рассматриваем этот вариант Я не думаю Что это Кто-то жалует Что это секрет какой-то Но В всяком случае Мы Рассматриваем И этот вариант Вот Ну В развитии Смотрим Как я говорил вам Увеличение прибавочного продукта Смотрим Какие вещи Мы можем сделать у себя В нашей продукции Которая есть Для того Чтобы уменьшить Закупки И соответственно Чтобы Те издержки Значит Были у нас ниже И прибыль была выше Это вот Сильнее Потому что Для выживания Просто нужно Для нормальной работы Это все нужно Насколько Далеко идущие Вот эти планы Это год Пятилетки Десятилетки Вот сейчас Под вашим руководством Уже проработаны Это я могу сказать Только одно Вот те программы Которые мы наметили Для того Чтобы у нас И резервное оборудование Было И прочее Закладываем И в цехе цветной резины В цехе черной резины Это план На два Два с половиной года На два После этого Если ничего не меняется Мы должны Расширять производство Только за счет Создания Опять же То ли диафрагмы То ли Это какая-то Другая продукция Ну Вы понимаете Что Конечно нам бы хотелось Чтобы все-таки В России Носили обувь И могут Сейчас технический уровень Обувных предприятий Довольно-таки приличный Вот И можно все что угодно Любой уровень сделать Но нужно Я говорю С моей точки зрения Протекционизм Такой Спокойный Не воинственный Никакой Как там допустим Обдуманный Обдуманный И это Первый элемент Это девальвация Которая есть И она помогает Все-таки Выживать И второй Все-таки Должны быть Должны быть Продукции Которые заводятся В страну Должна Серьезным образом Сертифицироваться По экологии И Ну по всем параметрам Для связанной Жизнедеятельности Человек И особенно детская Вот Поэтому Не просто так Кто-то привез Что-то сделали Ну как Сегодня В принципе-то Везде один Получит деньги Вот Это Никак не получится Потому что Яркий пример Мы с Китаем Дружим Разговоров У нас нет других путей Которые в конечном итоге Но Условия Одинаковой продукции Имеют разные Соответственно Там уже не пошлины Вот господин Трамп Сегодня выжимает Китай 40% Это Пошлина Автомобиль Ну давайте Выравнивать Ну Чего Давайте Обоюдно И поэтому Не стесняться Надо просто Посмотреть Еще раз Отрасль и промышленность Надо развивать То что готовенькое есть Его не нужно уничтожать Мы уже научились уничтожать Строить Жизни не хватает Вот Поэтому нужно Посмотреть Что в стране Сегодня Обувь Сельскохозяйств развиваем Развиваем Казаревные заводы есть 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 Значит Мы есть Есть Обувные фабрики есть Уровень Технический Не хуже Приличный Приличный У всех приличный Значит Покупается оборудование Не требуется Люди Специалисты есть Как только это умрет Если мы Ну а потому что Если 10 пар выпускаете Он все равно умирает В конечном итоге Вот Если дойдем до этого явления То создавать уже никто не будет Но там еще эти армии есть Силовые органы Они тоже где-то Миллиона Три Им нужны Ну все Я имею в виду Силовые Ну да Три миллиона человек Миллиона три и пару будет Было время Что покупали там За рубежом Вот сейчас вроде бы Уже тенденция Немножко другая Началась Две минуты остается Экологическая безопасность То Чему уделяется Одно из самых Немаложенных значений Хотелось бы Чтобы Описали Цифры Которые У кого-то запомнятся Значит Мы Ежегодно Перерабатываем У нас много отходов Понимаете Потому что Особенности Особенности Такого производства Так вот Мы в год Где-то Две Двести Двести Тысяч Тонн Перерабатываем Значит Мы Два С лишним Миллиона Килограмм Перерабатываем Отходов В продукцию Не просто мы Что в переработку Идет Поясните Отходы Летниковые отходы От прессов Отходы При обработке Резины Мы Все Сто процентов Используем У себя Сто процентов Объем Это Больше Намного А если На человека Это получается Мы перерабатываем Ну где-то Полтора Килограмма Отходов На человека Кировской области То есть Где Тысячи Тонн Мы В конечном В итоге Где-то Перерабатываем Когда не хватает Мы берем Шиновские Отходы Простите Хочу спросить Где отходы Ты берете Может ли Какие-то Технические Изделия Вам принести Учитывая Что мы Для сельскохозяйства Увеличили Сейчас Отходов Нам пока Когда нам Не хватает Отходов Мы У нас есть В коминтерне Переработчики Шин Мы там Покупаем Покупаете Для меня Важно Чтобы Мы Ничего На свалку Не возили Это принципиальный Момент В вашей работе Покупаем Черную сажу Которую мы берем В Омске Мы ее берем Специально В хоперах У нас Автоматизированный Склад У нас Можно в ботинках Ходить Нормальных По производству Черных Детях Лежат И стараемся Вообще Ликвидировать Все принимаем Меры Чтобы у нас Не было Ни в мешках Ни в этих Бигбагах Потому что Черного кобеля Нет Канализацию Мы сейчас Заканчиваем В этом году Передел Канализации Нашей канализации У нас Никаких промышленных Стоков Там вообще Нет ничего Только биология Помывка В данном случае И Как я шучу Всегда Китайцы В худшей воде Выращивают рыбу Чем у нас Канализация Хотя Честно говоря Заказатель Сегодня такое Я бы хотел Сказать Что оно Вроде бы Имитирует Эта Экологические Параметры На самом деле Не буду задерживать Время Совсем Другой принцип Для других целей Вот Но мы все Для того чтобы И вообще все Полностью Чтобы не дружить С монополистами Мы сегодня Кроме электричества 80% И газа Производим Все теплоэнергоэсурсы Свои Сами Да Сами Потому что Это нам дает Колоссальные деньги И плюс Работаем на высоком Напряжении 110 кВ Вот Это для нас Помощь Трем-четырем Сменам Еще помощь Вот эти затраты Хотя они растут Электричество За 6 лет Выросло в 2 раза Вот Растет все И вот у нас На нас Монополии Это еще Зачку и ставят Когда мы говорим Про зарплату Значит С одной стороны Мы на продукцию На свою Должны Соответственно Решить Чтобы мы Конкурентоспособны А второе Чтобы люди наши Не были нищими Мы должны все время Следить Чтобы Учитывая Тарифы Коммунальные Растут И сегодня Мне иногда говорят Что в некоторых городах Это Ну не у нас Может быть И везде Составляют 15 тысяч зарплата Да И Половина Уходит На квартиру Квартова В смысле Да Да На небольшую квартиру Вот это конечно Это не период Разговора нашего У нас Это разговор Буквально 30 секунд О нем нужно Сидеть и рассуждать Что сегодня Выгодно Вот сегодня Яркий пример Обама Сделал какое-то Медицинское Страхование Посчитали Денег не хватает Триллионы Нужны Вот Значит Трамп пытается Отменить Потому что Дорогая медицина И вот сегодня Что Вот сегодня Я не буду Читать аналитику Всего И вся По всему У меня голова дурная Вот Значит И Сегодня некоторые государства Высокоразвитые государства Смотрят Что им Иногда Государство Лучше Дать Деньги выделить Чем потом Нищим Или кому-то Значит Дополнять Это в конечном Чтобы они могли Пользоваться Этими услугами Вот в чем дело Все равно человек Умирать-то не должен Вот Вот Все К сожалению Надо везде смотреть Да К сожалению Время наше Вот так быстро истекло Благодарю вас Александр Григорьевич Александр Иванов Напоминаю Гость нашей студии Генеральный директор Кировского завода ИСКОШ Успехов Вашему предприятию Всего доброго Я думаю Что не последняя наша встреча Очень интересная беседа До свидания Спасибо Благодарю за внимание Крупный план Крупный план Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok